Сегодня Госдума России вернула нам зимнее время. С принятием закона в стране будет 11 часовых зон с учетом максимального приближения к часовым поясам всемирного времени. Ожидается 26 октября. Россия переведет стрелки в 2.00 по Москве. Напомню, что переход на зимнее и летнее время был отменен летом 2011 года по инициативе президента Дмитрия Медведева. Тогда эту меру поддерживали 43% россиян. Сейчас действует постоянное летнее время, опережающее, астрономическое на 2 часа. И большинство граждан считают, что это неудобно для жизни. С 1 июля в силу вступает также закон о запрете использования крепкого словца в кино и на сцене. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать мнение жителей о запрете нецензурной лексики. Как известно, культурный человек тот, кто назовет кошку кошкой, даже если споткнулся об нее. Таких людей сейчас можно пересчитать по пальцам, ведь в наше время мат, как Рафаэлла, вместо тысячи слов. Но теперь с этим будут бороться на законодательном уровне. Как относятся к запрету жители столицы Чувашии? Давайте узнаем. Очень хорошо относимся, положительно относимся. Аргументируйте. Потому что везде слышны такие матные слова, прям за свою страну, ну как-то обидно. Мы считаем, что можно обойтись без мата, без такой лексики. Мы слышим другие красивые слова. Плохо. Почему? Ну как это жить? Чего смотреть-то? Замечательно. И только так. И только так. Так же, как и Курева, так же, как и мат, все остальное. Кино – это все-таки искусство. И выражение определенных эмоций иногда требует, конечно, экспрессивных выражений. Бытом обойтись, я думаю, без экспрессивных выражений все-таки невозможно. Это же реальная жизнь. По пальцу гвоздем, молотком стукнешь, хочешь не хочешь вырывается. А актерам, имеете в виду, шнурать, типа того же. Да, например. Ну, последней песней он и слов не осталось, кроме «будет штраф оплатить», как он сам сказал. Скажу коротко. Пол Чебоксара надо расстрелять за мат. Это закон не будет соблюдаться. Почему? Так же, как и Курева запретили, и Курева не соблюдается. Ладно, я поехал. Без мата, скажем так, некие вещи очень трудно выразить, если на то пошло. А что касаемо, предположим, всего того, что как им пользуются люди, это отрицательно. Но иногда, когда реально гвоздь неправильно вобьешь, либо жена изменила, есть такие слова, которые, они просто чисто русские. Нормальные, хорошие режиссеры, они без мата, даже последний фильм, который получил на Каннском фестивале, там половина ненормативная лексика. Вот я смотрел, реально, там наши ведущие актеры, они хорошо матерятся. Но без этого фильм не понять. Ну, было бы хорошо, потому что некоторые фильмы могут спокойно посмотреть дети, которые еще маленькие для этого.